Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали и в Нефтьюганске, так в политехническом колледже изготавливают окопные печи. За 4 месяца студенты сварили порядка 80 штук и уже испытали приспособление. На улице пожарили картошку с салом. В качестве розжига использовали опилки и ветки. По словам мастера, в колледже они доработали распространенную схему сборки. Теперь готовить можно, не выдавая своего местоположения противнику. В работе данной печки вообще никакой дымности не видно. То есть солдат, которые находятся в окопе, которые находятся где-то чуть-чуть в стороне, при приготовлении пищи, они свою дислокацию просто не выдадут. То есть это незаметно будет со стороны. И я понимаю, что можно сверху скоптера заметить, но больше никак. Волонтеры плетут маскировочные сети. Женщины Нефтьюганска призывают неравнодушную молодежь присоединиться к их движению. Без дополнительных рук им не справиться. Гуманитарный добровольческий корпус, который занимается отправкой, закупил более 5 тонн груза на средства, собранные медиками Нефтьюганской окружной клинической больницы. Врачи и медсестры передали гумкорпусу пожертвований персонала. Это более 380 тысяч рублей. И добровольцы сами закупили все необходимое.